В воскресенье вечером произошло обрушение части Дума номер 16-Б на проезде Грибоедова в Рязани. Никто из жителей не пострадал. Ну, говорят, выселяют нас в этот панированный фонд. И всё. А дальше? А дальше? Дальше не знаем. О глубокой трещине на стене рязанцы написали в соцсетях две недели назад. И бдительность случайных прохожих послужила для городской администрации сигналом к действию. Дом обследовали, жильцов из нескольких комнат коммунальной квартиры отселили. И сделали это вовремя. 12 февраля оказалось для здания 50-х годов постройки роковым. Жители, впрочем, считают свой дом более древним. Ну, я даже не знаю, почему так получилось. А дом с какого года? Вы знаете, по документам он сейчас 57-го. Но в 57-м году такие дома не строили. Это уже Хрущев был. Это дом сталинский. Раньше по документам был 49-го года. Это когда мы сюда в 88-м году переехали, была перепись населения. И когда она записывала, я увидела просто, что год постройки 49-й. Теперь его омолодели на 8 лет. Но дом наш решил по-своему. Он сказал, все, хватит. Это туалет. Туалет помывочная была. Здесь все скрывались. Душевая. У меня обогреватель стоял здесь электрический. Виктор Николаевич отлучился из своей квартиры в воскресенье на пару часов. Проверял, все ли в порядке с имуществом. А в районе 7 вечера застал вот такую картину. Выйти на улицу теперь можно через кухню или туалетную комнату. Жители говорят, что причиной обрушения стены стала неисправность коммунальных сетей. В 2021 году в подвале меняли трубы. С той поры и началось регулярное затопление дома коммунальными стоками. Фундамент подмыло и стена не выдержала. Все это время в квартирах ощущались затхлость и сырость. Но управляющая компания не предпринимала соответствующих действий. Так, в 2021 году сделали капремонт, значит, вода и канализация. И после того, вот тут у нас подвал был, то ли неправильно канализацию сделали, то ли что. Он постоянно занимался водой. А потому что, видимо, вот это все подмывалось, 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 и вот произошла вот такая ситуация. И канализация с улицы вся шла в подвал, на помещение, где тепловой пункт. Поэтому стену все размывало до этого, да? За год это? Да, да. Подмытие было в течение года? Вот основное подмытие было в течение года, вот это последнее. То, что здесь заходишь в коридор, даже в общий коридор, около дома проходишь, канализация, воняешь, страшно даже это было. С 2016 года дом на проезде Грибоедова четыре раза переходил из рук в руки разных управляющих компаний. Последние годы его обслуживала организация «Рязань Комфорт Сервис», о чем жителей извещает объявление на стене подъезда. Контроля никакого нет, не смотрели, не обслуживали, да? И канализация с улицы стекла сюда, и эта система подмывалась все постоянно. А сейчас бы еще буквально весной пошли талые воды, она вообще бы все разрушилась бы. Только вот это. Канализация, значит, это внешние коммуникации? Это внешние коммуникации. А управляющая компания ни при чем здесь? А, управляющая компания. Управляющая компания. Она не смотрела, она же это. И то, что дом уже трескался, лето было трещено, то есть они никаких актов не... Они ежегодно должны два раза весной акт рассмотрят, делать в любом случае дома, и осенью, то есть здесь ничем не занимались. Привычная жизнь в этих сумрачных коридорах, не видевших полного капитального ремонта с момента постройки в середине прошлого века, осталась только для кошек. Несмотря на разруху, заботливые хозяева не забыли их покормить. Сегодня люди вместе с домашними животными переселяются в маневренный фонд. Как долго продлится их пребывание на новом месте, никто из них не знает. Дом аварийным не признавался и не попал в план расселения. Людям нужно спешно предоставлять новое жилье или выплачивать компенсации. Часть квартир находится в собственности муниципалитета. Беспокоятся люди и за свое имущество. Транспорт для переезда мэрия готова предоставить, но куда складировать вещи, непонятно. Площади маневренного жилья это сделать не позволяют. Судьбу дома и его жильцов в эти часы определяют в администрации Рязани.